Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Собервижн. Сегодня я анонсирую начало новой рубрики на канале. Рубрика эта посвящена аквариумистике. Почему же именно аквариумистика? Около четырех лет назад я закончил заниматься этим интересным хобби. Это было связано с различными переездами и неудобством с перетаскиванием вместе с собой аквариумов. Я занимался аквариумистикой около пяти лет. У меня было два аквариума. В одном из них я пробовал разводить африканских и американских цихлит, а в другом аквариуме у меня жили креветки. Почему же я решил заняться аквариумистикой именно сейчас? Не так давно я начал просматривать ютуб в поисках интересных каналов по этой тематике и нашел один очень интересный канал. Называется канал Сколярики. И после просмотра этого интересного канала, на котором много очень всего познавательного, я решил продолжить заниматься аквариумистикой и приобрести небольшой аквариум. Сначала я хотел купить аквариум 10 литров, но потом, подумав, все-таки 10 литров достаточно тяжело содержать, тяжело поддерживать в нем баланс, поэтому я решил купить аквариум 20 литров. В принципе, выбирал я уже готовые комплекты и из готовых комплектов, которые я смотрел, это был Deneral и аквариум Aquael. Я выбрал все-таки Aquael, потому что, во-первых, мне не нравится, как у Deneral скруглены бока спереди. Я люблю стандартные классические формы, в принципе, как вот этот аквариум. Я взял Aquael. Aquael это 20 литров, он сразу идет у нас с крышкой. Вот крышка, в принципе, достаточно удобно у нее закрывается и имеет размеры 25-25 и высоту 30 сантиметров. Единственное, вот я отклеил вот эту вот надпись Aquael, я ее наклею куда-нибудь в другое место. Не знаю, мне не нравится, когда она находится спереди вот это вот здесь название этой фирмы. Вот, в принципе, не могу сказать, что она мне не нравится, как это изготовлена сама табличка, но я ее наклею куда-нибудь в другое место. Вот, ну, в принципе, стандартная баночка. По проклейке швов, что я могу сказать? Швы выполнены не так качественно, но и, ну, не совсем уже так убого. Это уже вторая баночка от компании Aquael. Первая баночка была проклеена черным клеем. Здесь уже они используют прозрачный силикон. В принципе, смотрится достаточно хорошо. Видите, что это практически куб. Ну, вверх, единственное, он чуть-чуть повыше. Посмотрим. Кубов у меня никогда не было, поэтому я решил взять именно куб и попробовать его запустить. Вот, ну, я говорю, нарекания только если в плане вот как к швов. Швы не так аккуратно выполнены, как можно было сделать. Ну, ничего, посмотрим. Вот, ну, и крышка тоже, в принципе, нормально. У меня, по крайней мере, к ней нареканий нет. Давайте посмотрим дальше, что у нас также входит в комплекте вместе с этим аквариумом. Итак, ребята, далее, что у нас в комплекте? В комплекте входит лампа. Лампа эта у нас светодиодная. Вот, она устанавливается, у нас на аквариум толщиной стекла до 4 миллиметров и является лампой специальной для растений. У компании Акваэль два типа ламп. Первый – это сани. Эта лампа подходит больше для рыб, ну, и для небольшого количества растений. А эта лампа имеет температуру свечения около 8 тысяч кельвинов, и поэтому специально подходит для растений. Вот у них здесь на коробочке видно спектры. Вот это вот как раз плент, которая предназначена для растений. Ну, и сверху – это сани, которая предназначена больше для рыб. Но, ребята, здесь что хочется отметить. Эта лампа 6 ватт, и поэтому, даже если мы будем считать по старой схеме, то 6 ватт достаточно мало для 20-литрового аквариума. Тем более, если я хочу здесь содержать почвопокровку и другие требовательные растения к свету. Поэтому, если это был бы 10-литровый аквариум, то было бы нормально. А в 20-литровый аквариум я докупил еще одну лампу. Тоже я докупил лампу Плант, и поэтому здесь уже будет у нас 12 ватт на 20 литров. И это уже какие-то более-менее нормальные показатели. Но новая система, я тут узнал не так давно, что есть новая система измерений. И измеряют в люминах теперь. Но компания-производитель Акваэль всячески скрывает параметры вот этой лампы, сколько она люминов конкретно. Но кто-то писал на форуме, я нашел информацию, что около 300-600 люминов эта лампа излучает. Если мы посчитаем количество люминов на литр воды, то как раз получается около 50 люминов. То, что и необходимо для требовательных растений. 50 люминов – это нормально. И поэтому две лампы, они будут в самый раз для почвопокровных растений и для требовательных растений к свету. Так, дальше что у нас входит в комплект? Дальше у нас входит в комплект – это фильтр. Фильтр, как вы можете видеть, фильтр у нас небольшой, имеет внешнюю губку. Губка у нас никаким корпусом не закрыта. Не знаю, такие я еще ни разу не использовал. Ну, посмотрим, потестируем, как она работает. Такой вот фильтр у нас выдает 400 литров в час. Кроме этого, здесь еще можно изменять скорость потока воды с помощью такой вот заглушки, которая у нас переключается. Ну и можно направлять ее. Единственное, что мне не понравилось, то, что вот эта губка, если мы будем использовать ее для креветок, она является крупнопористой. И мелкие креветки будут сюда засасываться. Поэтому я вот приобрел вот такую вот мелкопористую губку. Видите, что губка эта помельче она. Единственное, может, ее будет надо немножко подрезать. Но по большому счету, я думаю, что вот эта губка будет намного лучше, чем вот такая вот крупнопористая губка. И что у нас еще в комплекте входит? Так, входит у нас в комплекте вот такой вот нагреватель. Этот нагреватель у нас на 25 Вт. И здесь, как вы видите, мы не выбираем температуру. Температура выставлена стандартно. Это 25 градусов тепла. И нагреватель будет поддерживать эту температуру именно вот в таком диапазоне. В диапазоне 25 градусов. То есть, если у вас температура будет ниже 25, он будет нагревать воду. Если мы посмотрим на стандартный обогреватель, в котором можно выбирать... Вот у меня старый валяется. Вот здесь вы видите, что температуру можно выставлять. Сверху у нас есть специальный такой рычажочек. И здесь мы уже сами выставляем 25 нам градусов, 28, 31. То есть, здесь можно выбирать. Вот в этом выбирать нельзя. Но, в принципе, 25 градусов стандартно выставили и нормально. Не знаю, понадобится он мне дома. Я посмотрю, потестирую, будет ли какой-то толк от него. Потому что у меня, в принципе, температура дома даже выше 25, где-то градусов 26-27. Но единственное, будет стоять он не так далеко от окна. Поэтому может и пригодиться вот такой вот ненагреватель. Кроме этого, входит подставка в комплект под аквариум. Ну, обычный. Я не знаю, с чего он и сделано. Вот такой вот материал пружинистый. Аквариум будет на нём стоять. И в случае, если есть никаких неровностей, не будет создавать напряжение на дне. Ну, так как аквариум, в принципе, небольшой. 20 литров всего. Ну, нормально. В принципе, я думаю, и такой подложки вполне хватит. Поэтому нормально, что они положили в комплект. Единственное, что в комплекте ещё не хватает, конечно, это фон. Я бы сюда порекомендовал производителям Аквариум добавлять фон. Потому что неудобно дополнительно бегать, докупать для него. А, ребята, и совсем забыл, что у нас ещё входит в комплект. Вот такой вот корм. Корм здесь и для креветок, и для крабов. Ну, попробуем потестировать на креветках. Будут ли они у нас кушать такой вот корм. А теперь сейчас я попробую собрать этот аквариум, установить на него сверху лампы и просто вам показать, как он выглядит внешне с лампами. Ну, вот, ребята, как он смотрится с лампами. В принципе, смотрится достаточно хорошо. Ну, ничего отвращения, по крайней мере, не вызывает. Точно лампы такие аккуратненькие, изящные. Смотрится нормально. Тем более, если у нас будет свет по температуре подходить под растения. Я думаю, что растениям почвопокровно будет здесь комфортно. Ну, и другим тоже, которые я выберу для этого аквариума. В принципе, я здесь хочу реализовать что-то типа акваскейпа какого-то небольшого. Использовать камни. Ну, и попробовать сделать что-то типа ивагуми. Не знаю, что мне получится. Посмотрим на итог. Я уже закупил для него грунт, закупил для него камушки. Но осталось приобрести мне только растения. И будем уже запускать с вами этот аквариум. В следующем видео на тематику аквариумистики мы с вами запустим этот аквариум. Посадим туда, естественно, растения. Ну, и в дальнейшем уже будем постепенно заселять рыб, креветок и следить за развитием растения. Обязательно я сюда поставлю установку СО2. Для начала я сделаю простую установку из браги. Ну, а в дальнейшем уже, я думаю, с вашей помощью вы мне посоветуете, какую сюда установку можно поставить СО2. Единственное, что у меня требование какое, чтобы баллон был не больше 1 литра. Тем более, если я хочу ее поставить рядом, так как я все вымерил, места у меня не так много. И я планирую поставить именно эту установку СО2 рядом. Поэтому баллон должен быть компактный, небольшой. Ну, и главное, чтобы он имел электронный клапан, чтобы можно было на ночь отключать систему подачи СО2. Чтобы рыбам и креветкам было комфортно. Ну, а во время работы освещения, чтобы эту установку включать, чтобы СО2 уже поступал у нас в аквариум. В принципе, ребята, это все, что я вам хотел рассказать в этом видео. Ждем запуска. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok